Идеи, лежащие в основе развития электродных потенциалов на границе раздела «Раствор электрод» могут быть пересмотрены с учетом уровней энергии, связанных с частицами, участвующими в потенциал, определяющем равновесии. Давайте вернемся к нашему примеру. Электронная структура металла включает зоны электронной проводимости, в которых электроны могут свободно перемещаться по твердому телу, связывая катионы металла вместе. Уровень энергии в этих связях будет максимальным, то есть это так называемый уровень ферми. Электронные уровни энергии, связанные с анионами в растворе, дискретны и относятся к незаполненной молекулярной орбитали гексоцианоферата-3, которая получает электроны и затем образует гексоцианоферат-2. Добавление электрона к гексоцианоферату-3 изменяет сливотацию аниона, так что энергия электрона в двух комплексах будет иметь разное значение. Даже если задействована одна и та же молекулярная орбиталь. До того, как произойдет перенос электрона между электродом и раствором, уровень ферми будет выше, чем вакантная орбиталь в анионе. Соответственно, для электронов энергетически выгодно покинуть уровень ферми и присоединиться к частицам гексоцианоферата-3, превращая их в ионы гексоцианоферата-2. Эта разность энергии является движущей силой переноса электронов, о чем мы говорили в прошлый раз. По мере этого переноса электронов на электрод должен накапливаться положительный заряд и соответствующий отрицательный заряд в фазе раствора. Соответственно, электронная энергия в металле должна быть понижена, и поэтому уровень ферми на диаграмме становится все ниже и ниже. Соответственно, генерация отрицательного заряда в растворе должна повышать уровень энергии частицей фазы раствора. В конечном итоге достигается ситуация, когда уровень ферми находится между уровнями двух ионов, так что скорость, с которой электроны покидают электрод и восстанавливают ионы гексоцианоферата, точно соответствует скорости, с которой электроны присоединяются к металлу. Эта ситуация соответствует динамическому равновесию, и после его достижения дальнейшая чистая зарядка невозможна. Однако в точке равновесия существует разделение зарядов между электродом и раствором, которые определяют электродный потенциал, установленный на металле.